В периоды кризиса нужно находиться в облигациях, потому что облигация это инструменты с фиксированным доходом, то есть предоставлены были ликвидности финансовой системы на 7,5 трлн долларов. Единственный способ заработать в этом случае на облигации, ждать, что будет какой-то дурачок, который завтра купит еще дороже, чем купили вы. В период кризиса всем нужны деньги. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, вы находитесь на канале Max Capital, и мы сегодня с вами будем говорить о том, что нам ждать от 2021 года в инвестициях, с рублем, с облигациями, с недвижимостью. Выбрали удобный достаточно формат общения. Это ваши вопросы, которые периодически поступают у нас и на канале YouTube, и в Instagram. И поэтому, чтобы было комфортнее, удобнее общаться, со мной будет собеседник, который будет задавать вопросы от вашего имени, а я, соответственно, буду на них отвечать. Максим, приветствую. Расскажите, пожалуйста, что нужно продавать прямо сейчас, что точно, от чего нужно избавляться. Если говорить о том, что стоит избавляться, от чего стоит, скажем так, бежать в настоящий момент, это то, что не создает значительной прибавочной стоимости для акционеров. Это то, что очень дорого окупается в своих инвестициях. И причиной тому, если говорить о конкретных секторах экономики, это технологический сектор, потому что последние 15-20 лет мы жили в парадигме, когда было постоянное снижение процентных ставок, стоимость денег падала год от года с какими-то определенными колебаниями. Но сейчас можно точно констатировать, что за последние 15-20 лет процентные ставки в Америке упали с 5-6% до практически нуля. Но это наблюдается не только в Америке, это наблюдается и в Японии давно уже так происходит. В Европе, соответственно, она следует за Америкой. И это приводит к тому, что компании роста, которые еще не имеют производственных мощностей, у которых есть идея, у которых есть опытные образцы, они для инвесторов становятся приоритетными. Потому что, с одной стороны, компании роста обладают, как правило, большим риском, потому что у них нет еще основных средств, за ними ничего не стоит. И получается, что когда ты идешь в какой-то рисковый проект, в рисковую инвестицию, то ты начинаешь рассчитывать свои риски. И немаловажную составляющую в стоимости этого риска составляет стоимость денег, которую ты привлекаешь. То есть, если стоимость денег очень высокая, то направлять деньги в компании роста, ну, не то, что неправильно, но немножко неразумно, потому что ты должен понимать, что тебе как минимум 6% годовых нужно отдавать за обслуживание долга, которое ты привлек. Когда у тебя стоимость обслуживания долга составляет 0,05, то в этом случае, получается, ты можешь, в принципе, рисковать. Для тебя стоимость денег, то есть стоимость риска не такая, высокая. И поэтому мы и наблюдали, что последние 15-20 лет лидировали технологические компании в росте непосредственно. Они показывали сверхвысокую норму прибыли и стоят очень дорого. Как определить, что они стоят дорого? Мы берем рыночную цену компании, делим на ее прибыль, то есть показатель PE. И в этом случае мы понимаем, что сейчас эти компании стоят от 40 до 1000 годовых прибылей. Сейчас, в настоящий момент, год 2021, он характеризуется тем, что у нас растут инфляционные ожидания, что объем ликвидности, объем денег, который предоставлено было мировой финансовой системой, он очень большой, что инфляции пока не было, потому что люди все сидели в локдаунах, скорость обращения денежной массы уменьшилась. И от этого получается, что деньги в системе есть, но они не обращаются, и, соответственно, они в реальной экономике не работают. И из-за того, что они в реальной экономике не работают, то и инфляция как бы не растет. Соответственно, повсеместная вакцинация, снятие локдаунов, улучшение экономических ожиданий, то есть люди просто элементарно хотят тратить, то есть люди хотят тратить денег. Мы это можем видеть сами, когда локдауны снимают, то есть мы идем в рестораны, мы хотим путешествовать, то есть чуть-чуть приоткрывают какие-то границы, все, народ покатил ехать. И это повсеместно имеет место быть. Люди, соответственно, это приводит к увеличению скорости обращения денежной массы, неизбежно приводит к ожиданию роста инфляции, а реакция мировых центральных банков на разгон инфляции – это повышение процентных ставок. И поэтому эти риски, они действительно будут закладываться. Я думаю, что мы весь 2021 год будем жить в эгиде, в парадигме того, что технологические компании будут продавать и будут покупать компании стоимости. Кто будет продавать? Инвесторы будут продавать. И как следствие стоимость этих акций будет падать? Стоимость этих акций будет падать, то есть перекладывание капитала будет осуществляться из компании роста, где ты получаешь прибыль не за счет денежного потока, а за счет роста капитализации в будущем. Будут перекладываться в компании, в которых ты не ждешь какого-то качественного роста в два, в три, в четыре раза. Но при этом ты понимаешь, что это компания, которая обладает стабильным денежным потоком. Условно там Макдональдс, да, то есть у него есть стабильный денежный поток, у него есть сеть магазинов. Ожидать, что стоимость акций Макдональдс вырастет в один-два раза мы не можем. Как и ожидать, что рост Кока-Колы той же самой в два-три раза будет, мы тоже не можем, потому что рынок просто ограничен, в рамках которого они могут расти. То есть я правильно понял, что рекомендация такая – продавайте Apple, покупайте Макдональдс, очень грубо говоря? Ну, если сказать грубо, да. Потому что Apple уже не вырастет или потому что большие риски? Потому что большие риски, потому что, ну, Apple вообще-то отдельная история, про которую мы можем поговорить, если у людей будет интерес. Вообще, в целом технологический сектор, его нужно продавать, потому что объем прибыли, который генерируют в целом технологические компании по сравнению с ценой, за которую их нужно купить, слишком много. Соответственно, стоимость обслуживания долга у этих компаний будет расти. У технологических компаний, не у всех, конечно же, но у абсолютного большинства, они развиваются за счет левереджа, за счет заемного капитала. Что они занимали очень дешевые кредиты, эти кредиты направляли в свою производственную деятельность и от этого зарабатывали. И здесь, соответственно, риск заключается в том, что по мере, если стоимость обслуживания долга вырастет, там, ну, условно, с 0,05% хотя бы до 3%, у тебя увеличивается затрата, у тебя сокращается чистая прибыль и акционеру неинтересно находиться в этой компании. Ну, давайте сейчас на экране выведем стоимости самых известных IT-компаний, и мы увидим то, что за последний год они достаточно сильно выросли на фоне того, что весь остальной рынок, как бы, наоборот, пошел вниз. Можно ли сказать о том, что вот как раз-таки этот разбег, который был в прошлом году, он в этом году усреднится? Он не то, что усреднится уже, если посмотреть динамику в настоящий момент, что происходит с индексами. То есть, можно на графике видеть, что технологический сектор с начала года снижается, весь индекс, технологический NASDAQ, а индустриальный индекс Dow Jones, который как раз-таки входит в компании, стоимостью он растет, то есть тенденции уже прослеживаются. Давайте перейдем к следующему вопросу. Можно ли сказать о том, что сейчас время, когда на рынке правит, если можно так сказать, алчность, может быть, имеет смысл вообще уйти от акций в облигации, например? Специфика вообще текущего состояния дел, текущего состояния вещей заключается в том, что если вот объективно посмотреть на инструменты, которые доступны частным инвесторам, фактически сейчас защиты нет ни в одном инструменте. То есть, если раньше можно было говорить однозначно, ну то есть, эта концепция действовала последние лет 75-100, что в периоды кризиса нужно находиться в облигациях, потому что облигация – это инструменты с фиксированным доходом, и в случае, если происходят какие-то коррекции, то есть, если происходит краткосрочный кредитный цикл, стоимость денег увеличивается, то в этом случае акции в цене падают, и облигации держат ваш портфель на уровне, то есть, они не позволяют значительно уйти вниз. История последних лет, с 2009 года, когда мировые центральные банки просто беспрецедентно предоставляли ликвидность, то есть, там, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки напечатала порядка 6,5 триллионов долларов. Это за последний год? Нет, за последний год напечатали 4,5 триллиона с марта 2020 года, а с 2009 года, соответственно, был напечатан где-то сопоставимый объем. Совокупный объем денег, который было условно, можно назвать, это программа количественного смягчения, то есть, предоставлена была ликвидность финансовой системы на 7,5 триллионов долларов. Это много? Это очень много. Ну, что это такое? Годовой ВВП США по итогам 2020 года порядка, там, 18,5-19 триллионов, при этом напечатано было денег порядка 7,5 триллионов. Причиной тому было, что экономика, экономическая машина, она, в принципе, не запускалась, несмотря на то, что процентные ставки были на нулевых значениях, экономика все равно не работала. То есть, уровень кредита был настолько высок, что даже опустив для коммерческих банков процентную ставку практически до нуля, соответственно, коммерческие банки, ну, то есть, перепродавая эти деньги населению и компаниям, там, условно, под полтора-два-три процента, даже столь низкие процентные ставки не позволяли людям брать кредиты, да, то есть, у людей очень высокая кредиторская задолженность, ну, просто долг очень большой и даже низкие процентные ставки уже не позволяют тебе его обслуживать. Переключились на корпорации, корпорациям начали давать непосредственно Соответственно, что получается? Получается, что ликвидности предоставили много, и банки, страховые компании, часть этих денег, естественно, направили на фондовый рынок, в акции и в облигации. И в текущий момент доходность облигаций, надежных заемщиков, то есть американских, облигаций составляет 10-летних в районе 1,7-1,8%. Если мы говорим о облигациях Германии, Франции, Великобритании, каких-то надежных заемщиков европейских, они вообще имеют отрицательную доходность. Что такое отрицательная доходность по облигации? Это вы покупаете облигацию дороже ее номинала, плюс дороже купона, который вы получите по этой облигации. То есть вы фактически вообще на этом не зарабатываете. И единственный способ заработать в этом случае на облигации, ждать, что будет какой-то дурачок, который завтра купит еще дороже, чем купили вы. То есть, по сути, некая такая пирамида финансовая. И когда мы говорим о том, что классический подход заключается в том, что в условиях кризиса, когда происходит снижение стоимости акций, то облигации являются спасительной гаванью, то в настоящий момент мы этого сказать не можем. Потому что облигации имеют отрицательную доходность. Что это значит? Это значит, что если вы сейчас размещаете в 10-летней облигации Германии, вы получаете доходность минус 0,5 условно. Если начнет расти инфляция, то процентные ставки будут увеличиваться. Если процентные ставки будут увеличиваться, допустим, инфляция в еврозоне вырастет до 1,5-2%, а вам облигации несут минус 0,5%, что вы в этом случае будете делать? А новые выпуски облигаций, которые будут осуществляться, они будут осуществляться с доходностью 2%. То есть, старые выпуски облигаций будут продаваться, и, соответственно, вы можете потерять. Поэтому в рынке облигаций сейчас не меньше рисков, чем на рынке акций, если не сказать, что больше. Потому что там очень большая пирамида, там практически нет покупателей. Основными покупателями выступают в Европе, это Европейский Центробанк. В Америке это преимущественно ФРС выступает. И если ликвидность будет сжиматься, то мы увидим падение в облигации. То есть, акции упадут из-за инфляционных ожиданий, и у них будет падать рентабельность. Облигации, соответственно, будут падать, потому что будет расти доходность. Ну, наверное, спасительным инструментом могут выступать коммудитис, то есть сырьевые товары и золото. Но, опять-таки, вы не можете это 100% туда вложить. Но, может быть, тогда рассмотреть какие-то стабильные ETF-фонды? Ну, опять какие. Ну, то есть ETF-фонды, это, ну, тем или иным образом, это производная ценная бумага. То есть, это портфельная инвестиция. Вы выбираете ETF-фонд, который инвестирует или в акции, или в облигации. Если вы выбрали акции, можете диверсифицировать, может быть, технологический сектор, нефтегазовый сектор, телекоммуникационный сектор, фармацевтический сектор. Я просто хочу сказать одну простую вещь, что в период кризиса падает все. И падает золото, и падают облигации. То есть, если посмотреть на график индексов марта 2020 года, многие считали, что золото выступит защитным активом. То есть, вот на графике сейчас видно, что мы наложили индекс и курсы золота. То есть, видно, что золото-то тоже падало. То есть, золото не выступило неким таким хеджем. Почему это происходит? Потому что в период кризиса всем нужны деньги. И у тебя возникает вопрос, где деньги эти взять? Что тебе продать, когда тебе нужны деньги? То, что у тебя упало на 30-40% или то, что у тебя упало только на 3%? Это тоже некие психологические моменты, немаловажные в инвестициях. Поэтому, в принципе, падает все. И здесь, вот, отвечая на этот вопрос, ну, их очень много вопросов в настоящий момент подобного рода. То есть, что может быть защитой? Ну, как минимум, защитой может быть кэш. Просто кэш. Доллар. Инфляция. Поэтому не 100% кэш. То есть, поэтому мы и говорим про компании стоимости. Мы говорим про компании стоимости, которые позволяют действительно... Да, я понимаю, что условно компания может упасть в цене. То есть, она может упасть в цене на 15-20%. Но при этом она генерирует денежный поток, дивидендный, там, в районе условно 4%. Да, я вложил 100 долларов. Да, она у меня упала на 30%. И в моменте стоимость моей инвестиции уменьшилась на 30%. Но при этом на каждые 100 долларов я получаю 4 долларов денежного потока. То есть, я получаю дивиденды 4 доллара. И могу купить эту же самую акцию. То есть, за счет этого актива увеличить количество самого этого актива, когда он будет по более дешевой цене. Причем, этот денежный поток будет уже независимым от того, инвестирую я дополнительно деньги или не инвестирую. Когда говорим о кризисе, о возможностях, то есть, вот основная мысль, которую я хочу довести. Не нужно считать, что вы самый умный. Не нужно считать, что вы обыграете рынок. Не нужно ждать, там, 100% находиться в кэше. Ну, то есть, ждать, когда все непосредственно упадет. То есть, нужно покупать хорошие компании стоимости. То есть, у Баффета, да, у всех, там, успешных инвесторов, стоимостных инвесторов, у них всегда, на самом деле, находится кэше, там, от 10% до 35% наличных денег. Но даже в самые тяжелые времена, в самые кризисные времена, не бывает такого, что они вообще не инвестированы в акциях. То есть, даже в самые большие времена кризиса, тот же самый Баффет бывает проинвестирован на 35-40% в акциях. Он их все равно не продает. Поэтому нужно как раз-таки придерживаться этой стратегии. Максим, как-то мы все о плохом и о плохом. Компании не покупать, облигации не покупать, ETF тоже не вариант, не выход. Что же делать? Как же тогда вот в этой ситуации как-то уйти от негатива к какому-то позитиву? Когда мы говорим о том, чтобы не покупать, мы говорим о рисках. Все, что было сказано, оно было сказано не для того, чтобы отговорить от покупки. Не для того, чтобы 100% находиться в деньгах и ждать, когда все упадет. Сказано все это для того, чтобы немного людей приземлить. И просто понять одну простую вещь, что в снижении рынков плохого ничего нет. Что когда у вас активы продаются с дисконтом, это очень хорошо. Другой момент, что никто не знает, когда это произойдет. То есть, можно говорить об инфляционных ожиданиях, можно говорить о процентных ставках, можно говорить о санкциях в отношении России. Но как в итоге произойдет, предсказать движение рынка никто никогда не может. И поэтому смысл заключается не в том, чтобы сказать, никуда не инвестируйте, сидите в кэше. А смысл заключается в том, чтобы сказать, что, ребят, если вы инвестировали в технологический сектор, вы должны быть готовы в ближайшее время потерпеть значительные убытки. Потому что рентабельность бизнеса будет снижаться, и эти компании будут продавать. Компании стоимости, если будет прям кризис, компании стоимости тоже будут падать в цене. Вопросов нет, просто они, скорее всего, будут падать меньше. Потому что если компания роста на каждые вложенные 100 долларов генерирует мне 50 центов прибыли, а компании стоимости на каждые вложенные 100 долларов генерирует мне 7 долларов прибыли, то, соответственно, получается, что для меня, как для собственника компании стоимости, денежный поток, который генерирует, он будет достаточен. Он защищает мои денежные средства от инфляции. Об этом можно говорить очень много, но я сторонник того, чтобы иметь диверсифицированный всесезонный портфель. У нас есть сервис, специально разработанный для клиентов, абсолютно бесплатный, человек, соответственно, может получить доступ к данному сервису, просто внести количество лет, сколько ему есть, сумма денег, которую он хочет инвестировать в фондовый рынок, причем у тебя будут инвестиции по всему миру, это будут и американский рынок, и китайский рынок, и российский рынок, это будут и облигации, это будет золото, и, соответственно, в зависимости от твоего возраста автоматически формирует портфель. То есть это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но как минимум это будет широко диверсифицированный портфель, тебе не нужно быть квалифицированным инвестором, потому что это все реализуется через ITF фонды, которые торгуются на российской бирже, и все, что тебе нужно, это, вот я говорю, там две вещи, написать какой возраст, второе, это написать какую сумму на инвестиции ты направляешь. Это как сервис какой-то или что это? Это онлайн-сервис, куда человек может получить доступ, и, соответственно, в дальнейшем он под своим логином и паролем входит и ребалансирует портфель, происходит ребалансировка. То есть если акции выросли, облигации остались на месте, доля акций выросла, долю акций нужно сократить, облигации покупать, купить. Или наоборот, если акции упали, обратная история, облигаций стало больше, акций стало меньше, ты продаешь облигации, покупаешь акции. То есть сервис на самом деле позволяет человеку на автопилоте всегда покупать то, что стоит дешево, и продавать то, что стоит дорого, не заморачиваясь о каких-либо сложностях. Где его найти? Есть ссылка, соответственно, под данным видео мы можем разместить ссылку, где человек может абсолютно бесплатно забрать этот сервис, но здесь у нас есть такая негласная договоренность, да, что нужно поделиться данным сервисом. Со своими друзьями, знакомыми, которым интересно. Помимо всего прочего, еще будет одна ссылка, в которой есть доходность данного инвестиционного портфеля. То есть в сервисе Intel Invest я осуществляю учет данного портфеля, там, соответственно, можно все посмотреть, какая доходность, какая сумма. Лично для себя я в качестве эксперимента это делаю, да, потому что у меня есть амбициозные цели в долгосрочном периоде обыграть рынок. Ну, то есть все, очень многие в последнее время говорят, что рынок обыграть невозможно. Я для себя лично делаю такой вызов, соответственно, у меня стоит задача обыграть рынок. Но чтобы обыграть рынок, есть вот история, по которой более 50% людей, допустим, в Америке инвестируют через индексные фонды по таким принципам. Поэтому этот портфель есть, он бесплатный, он тестовый как образец. Соответственно, каждую неделю я в него вкладываю по 52 500, 7,5 тысяч рублей в день. И там можно смотреть динамику данного портфеля и, в принципе, для себя самостоятельно его формировать. В России-матушке мы найдем спасение? Ну, если говорить про Россию, то, что бы там ни говорили, Россия является неотъемлемой частью мировой экономики. При этом ее доля составляет 2-3%. То есть Россия это некий, ну, как бы неприскорбно это не было, это сырьевой придаток. Мы не продаем продукцию высокого передела, мы не создаем внутри России прибавочную стоимость. То есть все, что мы делаем, мы добываем полезные ископаемые. То есть мы производим металлы, мы производим удобрения, мы производим нефть, нефтепродукты, опять-таки, без глубокого передела. И поэтому нужно понимать, что Россия в любом случае в стороне от мирового кризиса не останется и распродажа в России будет. С одной стороны. С другой стороны, российский рынок, он всегда был рынком компаний стоимости, не компаний роста. И поэтому даже с 2008 года, если взять, допустим, индекс РТС, валютный индекс по отношению к долларам, то есть можно увидеть, что мы даже максимум практически не обновили. Опять, почему это происходит? Потому что российские компании, это сырьевые компании, компании стоимости, которые у международных инвесторов, в принципе, не были в фаворе последние 10-15 лет. И поэтому мы очень серьезно отстаем от глобального рынка. То есть нельзя ждать, что, допустим, там Газпром или Лукойл или НЛМК или Распадская вдруг начнут производить нефти, нефтяные компании начнут производить в два раза больше. Но у них просто нет геологоразведки, нет новых месторождений для того, чтобы это делать. У металлургов, да, у них нет новых ГОКов, новых месторождений, чтобы они просто элементарно больше металлопроката производили. Но при этом нужно понимать, что прибыль, которую генерируют российские компании, особенно прибыль долларовая, она может смотреться очень привлекательно. Потому что, когда происходят глобальные кризисы, у нас рубль начинает ослабевать, доллар начинает расти. И у российских компаний-экспортеров происходит снижение затрат в валюте. То есть, условно, если доллар стоил 30 рублей, и у вас был фонд оплаты труда условно 30 миллионов, то вы платили 1 миллион долларов, у вас был фонд оплаты труда. Когда курс доллара стал 60 рублей, а у вас фонд оплаты труда как был 30 миллионов рублей, так и остался. Но в долларах, он, соответственно, у вас стал не 1 миллион долларов, а 500 тысяч долларов. А при этом вы продаете металлопрокат за доллары. То есть, у вас выручка в долларах, которая увеличилась в два раза, при этом затраты сократились. Поэтому, когда мы говорим про российские компании с позиции стоимостного инвестирования, почему многие аналитики, мы когда готовились, у нас в квартал проходят съезды инвесторов, открытые в закрытом клубе инвесторов. И когда мы готовились, очень многие инвестиционные дома на 2021 год говорили о том, что российский рынок является очень привлекательным. Потому что это рынок стоимостных компаний, потому что из технологического сектора, скорее всего, капитал будет выходить в компании стоимости. В Америке даже при текущих значениях компаний стоимости стоят дорого, в России они стоят дешево. И поэтому мои ожидания на первую половину 2021 года по российским компаниям стоимости очень и очень позитивны. Почему именно на первую половину? Потому что дальше будет развиваться ситуация, то есть будут расти инфляционные ожидания. То есть пока есть инфляционные ожидания, уже ближе к апрелю-маю месяцу, июню месяца будут сниматься локдауны, количество вакцинированных будет больше, скорость обращения денег будет увеличиваться все больше и больше. И скажем так, инфляцию за цифрами уже будет скрыть невозможно. То есть инфляция, она проявится в реальном выражении, и она будет указана в статистике, и на нее элементарно как-то надо будет реагировать. Ну хотя бы сказать о том, что мы планируем печатный станок чуть-чуть прикрутить, чтобы он хотя бы не так сильно печатал деньги. То есть показать рынку, что ликвидность будет сжиматься. И тогда уже можно будет делать какие-то другие выводы? Вообще, когда такие заявления произойдут, то есть рынок живет ожиданиями. Когда такие заявления произойдут, то в этом случае можно однозначно будет говорить о том, что рынки будут снижаться, акции будут снижаться. То есть, причем это будет снижение не какое-то кризисное такое. То есть будет какой-то резкий обвал в пределах 20-30%, после чего будет отскок, и все. И мы уйдем там, может быть, на полтора-два года в такой даунтренд, постоянное снижение, постоянное падение. Не быстрое, не сильное, но очень некомфортное. Вы сказали клуб инвесторов. Это что такое? У нас есть в MaxCapital закрытый клуб инвесторов, в рамках которого развиваем инвесторское мышление, даем сигналы, то есть какие компании покупать, какие компании продавать. Но это не является ключевым. То есть иногда люди, когда слышат о закрытом клубе инвесторов и просят рассказать побольше, им важно слышать просто сигнал. То есть что покупать, что продавать. У нас это есть, но это не является ключевым фактором. То есть ключевым фактором в клубе инвесторов является развитие мышления инвестора. То есть развитие интеллектуального капитала семьи. Уважаемые зрители, если вы хотите услышать о интеллектуальном капитале, что это такое, с чем это едят, почему ему важно развивать, как это влияет на непосредственно ваш личный доход, как это влияет на успешность вас, ваших детей, как в принципе может влиять на династию. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Максим, я предлагаю заканчивать это видео. Понимая, что не все вопросы мы смогли разобрать, я предлагаю сейчас тоже зрителям спросить, есть ли у них какие-то вопросы и готовы ли мы на них ответить. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно оставляйте комментарии под данным видео. Для меня они важны, они меня мотивируют записывать новые видео. Они позволяют как раз-таки расширять мышление вам, развивать интеллектуальный капитал ваш собственный. И у вас есть возможность непосредственно получить ответ на ваш вопрос от меня лично. Поэтому обязательно оставляйте комментарии, и мы на них ответим. Максим, спасибо большое за ответы на мои вопросы. Спасибо большое за сами вопросы.